Господи, Испуси Христе, Сыне Божий, помилуй меня, Греша. Аминь. Вот у меня, Игнатий Тихотович, возник такой вопрос. Вот Господь сказал, когда приду судить мир, обрящу ли верующих на земле, и что последние времена иссякнет любовь. И вот я замечаю, что в наше время действительно очень много враждебных таких столкновений и между государствами, и внутри государства, в том числе в нашей Украине, много страдали в Сирии, где война идет. Это вражда между семьями, когда, допустим, какие-то дети между собой не поделились, и решили какой-то проступок, и тут же между родителями этих детей возникают конфликты, ссоры. Не урегулируют эти вопросы, а враждуют долгое время. Что же это за такое время наступает у нас, и как ему противостоять во свете Библии? У каждого, Вы сказали, государства, есть какой-то так называемый менталитет. Понимание того, что хорошо и что плохо. Ну и в конечном счете, если человек какую-то совесть имеет, какую-то, потому что понятия совести тоже разные. Как, например, почитатели богиней Каля, они принимают странника, обязаны принять, накормить, не дать его в обиду. Но когда он ушел, они на дороге ставят засаду, могут убить, снять череп, продать его это все. В честь этой богини. Зулус понимает так. Хорошо, когда я убил, отнял дом жену. Плохо, когда меня убили, отняли дом жену. Вот это такое. Но мы говорим здесь о другом. О том, что на землю пришел Христос, Спаситель мира и принес учение. Веруйте в Меня и в Евангелие. Евангелие. Евангелие благая весть. Заключается в том, что Отец Небесный послан на землю Сына Своего Иисуса Христа, Который взял на себя грехи мира. И теперь для тех, кто Его приняли, они должны переменить жизнь. Тот Учитель, хороший, Никодим, ночью приходит. То, что ты делаешь, человеку не сделаешь, если не будешь с ним Бога. Только Господь бы сказал, конечно, это так. Я кисточка в Божьих руках. Но он говорит, и так, надо бы на родиться свыше. Совершенно не по теме ответ-то. Тогда тема разговора начинается о рождении. А как? Утром бы матери зайти, заново раздвинуть, ложиться, родиться, будучи старым? Ты учитель не знаешь? Не знает сегодня это. Вы спросите правителей. Как? Правитель недавно русской, российской, сказать, нации, заявил так. Вот говорят, ударь в одну щеку, поставь в вторую. Я к этому не способен. Он прямо заявил. Я не способен, иначе надо просто задолбить. Почему? Потому что если бы он истинный христианин, он не стал бы президентом, не стал бы царем. Тут вот в чем ответ. Я недавно на этот вопрос отвечал. Истинный христианин не может быть царем. Сейчас вот воцарение, императора, царя, батюшку, искупителя, бреднее. Татары живут внутри. Как бы были одни русские у нас в деревне. Тут можно быть главой. Но для страны, где есть разные нации, разные верования, традиционное, нетрадиционное, это искусственное разделение. Он так верит. Язычество традиционное. Да, но его задолбили. Теперь оно опять выплывает. Людей-то не убедили, а заставили. И изображение крещения Руси идет князь Владимир. И рядом богатыри русские, рука на мече. Так вот, раньше говорили так. Князь Владимир говорил, кто не со мной, кто не придет креститься, тот мне не друг. Я говорю, так не был. И сейчас только открыли и говорят, кто не придет креститься, тот мне враг. Вот это его слова. Он по-другому не знал. Ярополка родного убила за жену, хотя у Соломона было тысячу женщин, у Владимира две тысячи было. Это два Соломона в одном. И одной жены не хватило. Так, попутно сказать, вражда продолжается кланами. Как в Киргизии. Одного убить оттуда, там, другого поставить, и они тогда своих будут ставить. Кланы в одном языке говорят. Все узкоглазые, все мусульмане. Это ничего не значит. Русские, православные, украинцы, ничем они отличаются. Разожгли, война идет, настоящая война на истребление. Вылавливают, подкарауливают, засаду делают, убивают и радуются, и поздравляют. Есть такая великая в малом книга про протоколы сиронских мудрецов и прочее. Если мы так вот рассмотрим, вот мне однажды пришлось быть, я не говорю в каком это городе, в каком селе, ну, было такое. Много, я даже думал, как говорить это, что с кем-то было или со мной было. Я подумал, так много придется делать оговорок, поэтому, раз было со мной, я так и скажу, было со мной. Я знаю одну семью, муж не был прав, дал повод, ну, повод какой, он не изменял, главное, не изменял. А там где-то женщина с какой-то переписывался, ничего другого не было. Жена забрала детей, ушла, подала на развод официальный, разрушила. Мало того, детей, которых не два, не три, а больше пяти, крестники все сняты, в церковь не ходят, посты не соблюдают, православную веру в упор не признают. То есть грех тяжкий и весьма. За одну погубленную душу придется отвечать строго. Апостол Павел говорит, что не подайте соблазн, ибо за них умер Христос. И вот из такой семьи, православной бывшей, выходит замуж дочка православная, а выходит за старообрядца. А старообрядцы, они православными не называют православными, а не каньяни. Это им так удобнее называть, то есть веры нет. А от этого это старообрядца никакого православия нет. Вот фильм, когда мы это смотрим, Раскол, они о Библии вообще никогда с собаком даже не беседуют. А обряд пальцы прижать, два ели, одно ели. Ну и получается так, что человек, который остался, он живет где-то в том селе, где они раньше жили. И мне пришлось увидеть, как он приобретает один аппарат, который помогает дрова колоть. Я ей вопрос сегодня задал. У тебя молодой зять, правда, старообрядец, он же добр, не калека, из армии, подслужил, вернулся. А у него спина болит, он наклоняется на коленки, к чурку закатывает на подъемник, к этому аппарату колоть, а потом подает и чурку взять откуда-то из кучи, он граблями такими особыми сделал грабельки. И я говорю, а почему его нету? Ну нету, то есть отец не без вины, что-то там между ними было и прочее. Но мне пришлось все это разузнать, как. И однажды случилось такое, что вот так вот он не мог, как болеющий, болею, болеет спиной. А этот дома и даже носа не показывает. Взял его дочку, живет в доме отца, ну, тестя, и дома не выходит. Можно шторку отодвинуть, посмотреть, мучается, только ему делов-то. Меня это очень трогает. Трогает не с позиции веры, совести. Я уже знаю, как идет поношение друг друга, виновных еще, но как подойти? Мне этого человека молодого жалко, этого-то я знаю уже давно. Ну как, вот такой момент, трудно поднимать, дрова, которые уколят, тебе тут жить. Он для тебя это делает, да даже сейчас-то. И ты даже шагу не сделал, чтобы чурку тут подать и дальше продолжать колоть дрова, да, топором бы расколол. Отец не купил бы ее, и не было бы это. Я вижу, как к одним старообрядцам едет священник. Там их священник, не старообрядческий, православный. Я думаю, вот это момент у меня, потому что это отец-то православный, ходит в церковь православную. Я поехал к старообрядцам, я скорее на велосипед к ним, и поехал туда встретиться, поговорить. Я говорю, вы знаете, что такой-то женился и прочее, да, а вы знаете, что он купил там аппарат, колли дрова, то другое. А вы знаете, что взять старообрядость, и вы старообрядцы. Чур знает, кто это так всем известно. Но вы вместе молитесь? Нет, он не молится с нами. Ну какой же это старообрядость-то где-то? А он одно только, чтобы прищищаться. Прищищаться. Больше ему ничего не надо. Поп сказал, я тебя не прищищу, и сдохнешь. То есть я смысл передаю. И он теперь боится, как огня любого фотоаппарата, где мы фотографируем, он закрывается, как умопомешанный себя ведет. Это невиданный даже парень. В возрасте в таком, ему это не запрещено, но это дальше гангрена, трусости, презрения, хамства. Она поражает весь организм. Я им говорю, ну вы с ним поговорите. Тем более, вы знаете его бабушку. Она тоже, они все боязривые, старообрядцы. К православному нельзя уходить, молиться. Все православные еретики для них. Патриарх безблагодатный. Патриархия московская безблагодатная. Вот все уже понятно. Я говорю, ну вы по-своему, по старообрядческому-то как-то поговорите. И рассказываю им пример. На лестничной площадке враждовали между собой две семьи. Ну, был момент, когда талончиками выдавали перестройку. Ничего не было там. Все по талончикам. А ей как-то пришлось получить, и мыло несколько пачек хозяйственного. Она постучала к соседке и подарила. Я возьми, говорит, а то мне, говорит, несколько штук дали-то. А у той стирать нещем пеленки-то. Как она обрадовалась, Тоня, как я о тебе истасковалась. Сколько враждой, ну из-за пустяка. Ты такая добрая, всегда вспоминал. Она говорит, я не знаю, из-за чего у нас с тобой было-то. Ну, как старосельские священники, помечники. Свинью назвал там Иван Никифорович, а его звать? И за это всю жизнь спорил, а теперь на клиросе пойдут вместе. Я говорю, они помирились. И сейчас он бы выскочил скорее. Папа там, тятя, назвал его. И чурки я тебе взял, большие чурки-то, там, тяжелые, березовые. Я специально не называю, в каком это было государстве. Иначе они прицепятся, не называя ни фамилии, ни имя, ничего нету. Вот. Я не ожидал такой реакции. На меня все бросились. Старобрядцы, которые там были, стали меня долбить в косы в гриву. А ты его знаешь? Ты знаешь, он какой? И притом говорят о нем правду. Он эгоист, отец-то. И с ним отправляют, когда куда-то что-то, он не возьмет. Мимо проезжать не возьмет. То есть друзей у него никого нет. И даже священника, которому исповедность, и того не уважает. Понимаешь, какая история? Я говорю, я не говорю вообще раньше. Вы понимаете, вы рассуждаете, как люди неверующие, совестливые, мирские, справедливые. Но не христиане. Христианам написано враг. Он враг. Вы его врагом считаете-то. Голоден, накорми. Он не может поднять. Даже осел, нагруженный упал, врагу принадлежит. Разгрузь его. Разгрузи. Ну я, ваше христианство, ты где? На что тут надо? И дальше начали. Ему уже сколько раз говорили. Сколько ты говорил? Ты сегодня видел его? Нет? И каждый день, 77-490 раз будет погрешать против тебя. И тогда прости. И тогда. А меня не слышат? Страшно того, что не слышат. А они его стали обзывать скверными словами. Христиане. Женщина там была. Да он какой? Он говно. Я говорю, ты где такие слова набралась? Веришь, защищаешься этим жартом. Ты на человека говоришь. Он на себя сказал, то это понятно. Дерьмо там назвал. Ну и меня давай. Меня, Марин, ты против, вот ты не слышишь. Я говорю, я не слышу, что вчера было. Не слышу, что вы предполагаете. Сейчас, сегодня. Такой момент упустить нельзя. Завтра он не будет нуждать. Он и переходит сам. Но этот момент благоприятный. Он не нуждается. На машине ездит. Там что-то работает. Где-то там перевозит грузы. И он платит семью. А она разведенная, но он кормит его семью. Он ее не бросил. Все живут в достатке. Он работяг по-своему. Я его давно-давно уже знаю. Давно. Он появился благодаря моей публикации в разных газетах. Понятно. Внимательно слушайте. И что получается? Меня никто не принимает. Почему? Я убеждаю их. Давайте рассуждать как христиане. Они слова христиане не слышат. Рожденный свыше человек может и так годами ненавидеть. Вот как старая Брятция Никоньян. Никона давно нет. Алексей Михайлович Луна. А вы все время Никоньяне туда. Вот Библию, кто считает, сумасходит. Это от сорокрятцев пошло. Ниоткуда-то. Это их детище. Как, например, бей, жилет, спасай Россию. Это православное породили. Это фраза. Это отсюда идет. Надо знать корень, откуда идет. Я потратил много времени сегодня и говорил. Меня со всех сторон долбит. Я говорю, мы говорим на разных этажах. Я вам говорю о христианах. Вот сейчас так. Что он такой хороший? Я не говорю, не оправдываю. Я его знаю. А ему что, да, он не сделает. Я говорю, неправда. Я недавно видел его. И мне нужно было, чтобы в другое место, в город, увезли вещи мне необходимые. То он взял и отвез. Да попросили за меня другие даже. Но это что-то с ним против. С головой сделать неладно. Обычно он это не делает. Но зачем брать обычное, сегодняшнее брать? Кто поменит старое тому, что? Тому, понятно, нехорошее дело. И это если старое поминать, а ты родился свыше, у тебя память о прошлом ушла. Господь говорит, я просил. Ты негодный раб. Ты ему сто ненарих не можешь простить. А тебе тысячи талантов Бог простил-то. Негодный и злой раб. А зятя? Зятя своего, как бы оправдал. Он был, он там был, он работал, он помогал. Был, работал, помогал и стал хам. Он хам. Хам он называется дитё по отношению к отцу. Он увидел раздетую. То есть, раздетую, значит, на бронете нет. Он увидел своего тестя таким. Ты перетестен всю жизнь в долгу. Ты получил от него самую драгоценную дочь. Любимую жену. И ты чем можешь заменить? Куклой резиновой? Или пнём с дыркой? Чем ты её заменишь-то? Ты можешь её создать? Нет? Ты колын не платил. Ты спроси казаха любого, за такую женщину-красавицу сколько платят? Там уны лошадей. Я их не могу пробить. Я говорю, ни один мусульманин так не поступает. Узнав, что он так относится к родителю, его мы зарезали, как негодную тварь. А, так тебе мусульмане нравились? Они на меня бросились все тогда. Я говорю, я пришёл ради вашего единомерца. Смотрите, по порядку. Я спросил вас. Я ничего не настаиваю. Вы живёте здесь. Я вам сказал. Вы выйдите, пройдите мимо. Он колет дрова. Вы мимо пройдите, посмотрите. Никого помощников нет. Потом подойдите, поздоровайтесь и спросите. А зять-то дома? Дома, а почему он не помогает? Здоровый человек. У вас разница в 30 лет между ими и не помогает. Я же не настаиваю примерять их. Кого вы можете примерять, когда вы в вековой вражде находитесь? С православной молитвой нельзя отлучить эту церковь сразу. То есть это диким, пустой, глупый снобизм. По-другому не назовёшь. Я говорю, и когда вы знаете, что они помогают, теперь, когда он придёт молиться, он молиться-то не ходит ему. Вы где-то отдельно-то, ну, стряйтесь с ним и поговорите, скажи. Ну, почему же ты не помогал-то? Такой момент был. Мыло-то это подать-то. Он нуждался в это время. Он на коленках стоит, а ты шторку открыл, посмотрел, ухмолнулся и сел. Так тебе надо. Но я не знаю, так ли было, я просто говорю, как это возможно. Он уже за врага считает. А пациент называется неположительным. Всё, что он сделал не так, понимаете, это хам. Сто процентный хам. Я им говорю, понимаете, он отца не прикрыл. Это отец. Кроме того, живёшь в его доме, в котором ты гвоздя не забил. В доме, который тебе не принадлежит. Ты взял, жену везла дома, дочь, и живёшь всю усадьбу, всю землю, огород, сад. Ты ничего там не делал. Ты пришёл на готовое. И его не признаёшь. Не признаёт и не помогает. Это у меня такая служилась история. Я пытался, и меня все на одного начали налбить. Тогда я вышел на улицу. Вышел один из них, молодой человек. Станин говорит, вы, говорит, ошибку делайте на меня. Почему? Вы судите с уровня, который вам Бог дал. Она недосягаемая для них. С уровня человека, который смотрит глазами возрождённого, человеку в духе святого, который представляет страшный суд. А они судят просто по-человечески. И он им родственник. Я тогда стал говорить, тогда смысл-то причастия какой? Смысл хождения в церкви, смысл самой жизни, это всё. Ничего нету. Я не верю в вас. Я говорю, указывай путь. Я с этим не разговаривал. Он и со мной уже никак. Когда хотел моим домиком тут купить вроде, да я не продаю. Тогда может забор передвинуть у меня в мою усадьбу. Да тебе какое дело? Устройся где-то. Я говорю, ну раньше жили с родителями. Я посоветовал, это моя вина. Я не знал его, знал, что характер у него дикой. Кажется, бешеный может быть. Но что до такой степени дойдёт, не знаю. Дело в том, что если будут дети, и ты детьми, и внуками, обязан ему отцу, который тебя принял здесь. Второй отец, считай, Тавид, когда он отправляет дочь свою, говорит, посчитай родители, это вторые родители твоей отец и мать. И так и здесь. Вот почему не прощать? Нет рождения свыше. То есть он даже меркой справедливо. Он ко мне так, и я к нему так. Тогда что высокого вы делаете, если вы любите любящих вас? Любите врагов ваших. Голоден, накорми, голоден. Он голоден. Душа его истосковалась по общению с тобою. Ты видел, как люди мерятся? Мне Бог дал блаженный миротворство, ибо они нарекутся сынами Божьими. За другие восемь блаженств этого нет обещания. Уподобляешься самому Христу. Мне однажды было, я приехал в один город, а мне и говорит, там человек расположенный, тут баптисты есть, отделённая группа, Совет Церквей. Инициативная группа. Которые регистрацию принимают. И они между собой страшно враждуют. Вы не хотели бы помочь? Я говорю, пожалуйста. Ну и всем объявили, чтобы они пришли, чтобы к нам приехал проповедник необыкновенный. И будут. Ну я стал говорить. Я думаю, говорил. Касается. И наступил момент, когда что-то вздрогнуло, как охватило. Стали каяться все, молиться и плакать. Те и другие стали обниматься. И каждый считает, что я из той группы баптистов, а те из той. И приехал из Москвы. И вот мы примирились. Теперь мы родные, близкие. Они не могут друг друга из рук выпустить. Они родные были. Но они всегда были. И никто по сегодняшний день не знает, что это был православный. Так а зачем их мирить? Миротворец в любом случае угоден Богу и наречется Сыном Божиим. Это миротворчество? Да. А теперь им легче. Этот главный грех ушел. Они вместе считают. И который был у них, перешел, стал православным священником. Понимаете? Который был у них в другом месте, как старший пресмитер, тоже стал священником. То есть плоды прямо на лицо сразу пошли. Я сегодня многое не сказал, а вот это успел сказать. Если ударят в одну щеку, и ты не можешь поставить вторую, какой же ты христианин-то? И теперь, если за сто динариев ты его душишь, он с тобой сделан. Ну что, один год живете вместе-то? А отцу-то уже на 30 лет старше, и тебе-то уже около четверти века. Как же ты не... Ну кто против кого больше согрешил? А ты, ты его дочь расстраиваешь против него. Ты же обязательно говоришь, бухтишь. Ты ходишь по его дорожкам, ходишь в его туалет. Что-то берешь, все абсолютно... А окна смотришь, это его руки вставили. Он купил ли дом? Как вы этого не понимаете? И я разговариваю с ними, и батюшка меня не понимает. А он такой, забудьте вчерашнее. Оно нам не принадлежит. Забудьте будущее. Его может не быть. Не хвали за тошенью. Нам принадлежит сей момент. Вот сейчас. Только о будущем. Песня такая поется. Сей момент. Вот этот момент. Воспользуйтесь. Пока говорили, хозяин куда-то уже ушел, они не будут делать. Почему? Люди из касты непримиримых. Это нет представления суда Божьей. Что мне до того, что было? Мне стали напоминать, я там кого-то там сказал, а не выслушал. Сказал, не выслушал. Один человек не шел на проповедь, и протеялся проповедь, и говорит, ты антихрист, самый настоящий. Ты меня антихристом назвал. Сейчас мне об этом речь-то идет. Я об этом пришел сказать-то. А они сразу, раз у них это кипит, отношения-то уже наладили, все, попросили прощения там. А он опять застал ее. Я говорю, ну зачем это? Сейчас не обо мне речь идет. Я вам даю шанс изменить. Не слышат намертво. Совершенно ни одного слова не воспринимают. Причина нерожденность, и нет водительства Духом Святым. Нет страха Божия. Один из них мне даже сказал, что вы пугаете меня с судом Божиим? Я говорю, если так сказали, веры вообще никакой нет. Суда Божий трепещет даже дьявол. Что пришел раньше времени мучить нас? Он трепещет. И кто не убоится, когда он сверкнет молнию свою? Я приложил все силы. Но думаю, что не напрасно. Время идет. Я начал молиться, включил. В дело в другом. Я позорил, перешел на другую волну. И вот с этим хамом будет разговор. Где-то. И с их бабкой я и не сходился. Я говорю, вот было в том месте, где были, делали дорогу. Даже малые дети помогали. Была там однорукая женщина, помогали. Когда он мимо туда-сюда прошел, а по этой дороге будет ездить. И он даже не подошел. А у него нога болит. Ну, нога болит, тут и ходить не надо. А тут идет бодрый шаг, ничего. А почти на одном месте разгребать лопатой, гравий, его нет. Так. Ну, все, мы заканчиваем. Понятно? Да. Поэтому и в нациях. Я говорю, смотри, немцы, с какой зло принесли русскими. Отпримирились. И помогали гуманитарную помощь. А Англия, враждебная с немцами, приходит немец туда, они у них хотят там в пабе своем пиво дать, обслуживают. Ну, куда это годится? Ты себя вспомни, сколько ты должен, сто динаров или сколько талантов? А талант это не просто так, это 26 или 44 килограмма золота. Я ответил на вопрос. Ну, Господь говорил, новую заповедь даю вам, любите друг друга. Ну, что же это получается, если ты на словах христианин или даже не христианин, вот ты не любишь друга, не любишь брата своего, выличного своего, это же получается невыполнение заповеди Божьей. Как ты можешь это считать? Ближний, он мне не ближний, они сразу отойдут. Скажут, это мне не подходит. Я говорю, любите врагов. Тебе враг, но ты его люби. Ну, не хами. Как ты можешь? Ты получил самое-самое драгоценное, что у тебя есть сейчас. И этого не понимать. Ты всю жизнь ему обязан, рядом, как для матери, говорит, а для отца. Хотя бы пригорчный обед приготовил на огне, и тогда ты должен будешь, восточная мудрость, говорит. А здесь ничего этого нету. И вот в таком состоянии надо трудиться. А что дальше делать? Все, я свое дело сделал. Теперь иду молиться. Вы разуми всех. Аминь. И в первую очередь меня. Чтобы мне нигде не перейти эту грань. Не осудить. Я о них скорблю. Там мои близкие люди, знакомые давно. Я просто скорблю. А у тебя чего такого не бывало, что враждовали? Так, ну, если есть, покажите. Если есть. Ну, я не знаю. Я говорю, а, у тебя ты, мне говорят, ты мать. Моя мать была, она ни с кем меня враждовала никогда. Никогда, нигде. Прости, Христа, роди. Вот она племянница была, она мать мою обидела еще-то. Она пришла к ней и говорит, Стюра, ты беременная. Мало ли, что ты ребенка может быть. Прости меня, Христа, сейчас Великий пост начинается. Ну, а она что-то там дальше. Стюра умерла, мама умерла, а парень родился с одним ухом. На всю жизнь. Теперь считай, из-за чего? Это не просто так. Все на этом. Во славу Божию. Спасти Христос. Своих вопросов нет больше? Есть вопросы, конечно. Есть? Давай вопрос еще. Академия.